Ну и вот как бы из Ташкента, из этих воспоминаний ностальгических перенесемся в Тель-Авив. Дело в том, что Израиль вообще такая замечательная страна, что каждый из нас, приехавших туда, из бывших республик, бывшего Советского Союза, нашел для себя какие-то вот кусочки того или иного места, где он когда-то где-то жил. Вот я как житель Средней Азии нашел для себя великолепные барханы по дороге из Тель-Авива на юг, например, вас ждут. Там просто такие вот каракумские барханы, каракумская пустыня. А вот Григорий Гольдман, он учился в Санкт-Петербурге, в Ленинграде в тогдашнем, он в ленинградской, в израильской зиме увидел такую вот ленинградскую погоду. Песня так и называется. Песня так и называется «Израильская зимняя». В Тель-Авиве ленинградская погода, дождь идет уже, который день подарят. Песня так и называется «Израильская зимняя» А на улицах полоным полоно народа, и почти везде по-русски говорят. То печально, то смешно, а то игриво. Песня так и называется «Израильская зимняя» Песня так и называется «Израильская зимняя» Ощущаю я себя почти пиратом, захватившим этот чудный островок. Песня так и называется «Израильская зимняя» Туча черная встает на горизонте, инстинктивно пригибаюсь я к земле. И скрипит и гнется мой дешевый зонтик, точно мачта на пиратском корабле. В Тель-Авиве ленинградская погода, тот же ветер, те же лужи на колен. Точно стала эмигранткой и природой, не дождавшись долгожданных перемен. Агрессивно, беззаботно, суетливо, как разросшаяся до небезя семья. Эмиграция течет по Тель-Авиву, точно речка под названием Алиян. В Тель-Авиве ленинградская погода. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв. В Тель-Авиве ленинградская погода. Подходите к буфету, заказывайте пиво. Спасибо. Спасибо. Спасибо.